в этой серии видеосюжетов я расскажу вам о том что можно посмотреть в окрестностях будапешта если вы решите просто отдохнуть или отдохнуть с пользой для своего здоровья в этом прекрасном городе в окрестностях будапешта очень много интересных красивых экскурсионных объектов которые очень популярны и вызывают интерес у многочисленных туристов со всех уголков земного шара но я начну свой рассказ с городка герделя который расположен всего лишь 30 километров с восточной стороны будапешта поэтому мы выезжаем на автомагистраль м3 направление украины буквально проезжаем по ней 10-15 километров берем левее и идем дорожками местного значения которые и приводят нас городок герделя герделя небольшой городок в окрестностях будапешта интересно для туристов тем что в нем находится императорский дворцовый комплекс который тесно связан с венгерской историей времен австро-венгерской империи этот дворец был подарен императорской чете гаусбург францию иосифу первым и елизавете баварской более известный как си си честь их коронации на венгерский престол в 1867 году большому сожалению внутри самого дворца нельзя осуществлять видео и фотосъемку даже за оплату но поверьте на слово посмотреть там есть на что за определенную плату вы сможете приобрести лингофонный гид который на выбранном вами языке предоставит вам исчерпывающую информацию о любом экспонате выставленном в экспозиции дворца музея этот дворец еще в начале 18 века начал строить граф антал крошелович глава палаты венгерского парламента и доверенное лицо императрица марии терезе сама же мария тереза посещала дворец после окончания его строительства этому событию также посвящена определенная часть экспозиции дворца но безусловно самый большой объем все экспозиции дворца связан с елизаветой баварский сиси очень любила этот дворец и посещала его еще задолго до коронации венгры знали о это и в знак своей любви и признательности преподнесли этот дворец подарок своей императрице ведь именно благодаря в основном сиси была создана австро-венгерская империя в которой венгрия заняла достойное место получив такой подарок императрица очень многое изменила во внутреннем убранстве дворца чего только стоит ее фиолетовый бодуар цвета фиалы были достроены конюшни реконструирован большой парк он стал более удобен для конных прогулок так как сиси была знатной наездницей и любила верховую езду внутреннее убранство дворца стала более роскошной обстановка уютной и комфортной в этот период летняя резиденция императорского дворца была перенесена педы более детально этом периоде расцвета австро-венгерской амперии вы сможете узнать посетив соответствующие страницы авторского проекта эльмир и горе я метро путешествием со вкусно но к сожалению в 1898 году сиси погибает в жене от рук итальянского анархиста в период между двумя мировыми войнами дворец был резиденцией регента венгрии миклаша хор во время второй мировой войны дворец сильно пострадал а после войны здесь сначала размещался дом пристрел а затем базировалась советская воинская часть этим мягко говоря не совсем ярким страницам истории дворца также посвящена определенная часть экспозиции но в 1991 году после вывода с территории венгрии ограниченного контингента советских войск началось возрождение этого исторического памятника и уже в августе 1996 года первая отреставрированная часть дворцового комплекса была открыта для посещения роскошная антикварная мебель и убранск полностью передают атмосферу эпохи расцвета австро-венгерской империи в экспозиции дворца музея большая картинная галерея много предметов антиквариат великолепная коллекция оружия которая занимает сразу несколько комнат реставрационная работа еще продолжается одним словом в дворцовом комплексе гёделя есть на чем остановить свой взор а сейчас мы направляемся в городок ванкс который находится в 30 километрах от гёделя в рамках одного экскурсионного дня вы спокойно не спеша сможете совместить посещение этих экскурсионных объектов о городке ванкс я расскажу в следующей видео публикации туристическая компания юг авто тур первый туристический оператор который профессионально занимается организации путешествий на собственном автомобиле по европе мы предлагаем полный комплекс услуг для индивидуального путешествия по европе на собственном автомобиле от расчета маршрут и бронирования отеля до страхования экипажа и автомобиля все наши клиенты помимо гарантированного бронирования отелей приспособленных для приема авто турист получает подробный инструктаж и рекомендации по маршруту следовало до места назначения и обратно мы с удовольствием работаем со всеми авто туристами из любого уголка нашей страны авто тур это все что вам необходим для организации индивидуального путешествия на собственном автомобиле по европе мы были первые и остаемся лучшими